29 июня. Судьбоносная и значимая дата для города. В этот день в далёком 44-м войска 1-го Белорусского фронта победоносно завершили Бобруйскую наступательную операцию, благодаря которой освободили территорию от немецко-фашистских захватчиков. На площади победы руководство города, депутаты и все неравнодушные возлагают венки и цветы к памятнику танку на могиле генерала Бахарова. Значимость придал возвращение в город Бобруйск знамя, боевого знамя 5-й гвардейской танковой армии, которая с боями прошла, воевала под Прохоровкой, под этим знаменем наши бойцы, громили фашистскую Германию. Боевое знамя, которого в городе не было 30 лет, передают из Национального исторического музея Беларуси. Символ воинской чести, доблести и славы займёт почётное место на территории 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка. Войска 5-й гвардейской танковой армии освобождали Бобруйск. За годы Великой Отечественной участвовали в 16 крупных сражениях и операциях. 53 солдата и офицера удостойны высокого звания Героя Советского Союза. Около 39 тысяч человек награждены орденами и медалями. В 43-м году в марте месяца, 23 февраля, указом Ставки Верховного Главного командования, был указ о создании 5-й гвардейской танковой армии нового типа, типа наступления. То есть всё на гуточном ходу, всё в броне. 5-я армия – это одна из шести армий, которая непосредственно принимала самое активное участие. Позади 79 мирных лет, а эхо войны откликается до сих пор. В музее 5-й танковой армии подводят итоги городского этапа творческого конкурса «Помнить, чтить, не допустить». Тема – геноцид белорусского народа. Участие принимают 28 учреждений образования. Победители определяют в номинациях лучшие исследования, эссе и видеоролик. Я изучил выборочные некоторые работы, очень понравились, интересные исследования проводились, многих вещей даже я не знал с точки зрения того, что происходило на территории Бобруйска. В нашей школе есть экспозиция, посвященная геноциду, и на основе этой экспозиции мы сняли промо-ролик. Особенно в год мира и созидания важно освещать тему войны, чтобы люди помнили и чтили память, и знали цену мирному небу над головой. Не угасает память и о Григории Евсечике. Ветерану авиаполка Нормандии Неман открывают мемориальную доску в Бобруйском лесотехническом колледже, где в свое время учился человек-легенда. Наш земляк, выдающийся спортсмен, имел множество званий и наград. За годы войны в боевых условиях совершил более 200 прыжков с парашютом. Свыше 70 раз вылетал на задание в глубокий тыл противника, чтобы доставить оружие, боеприпасы и лекарства партизанам. И печально, и радостно, что все-таки на родине его все-таки тоже будут о нем знать, помнить. Мимо столько молодежи будет проходить, все равно обращать будет внимание. Детишки оценят. На Урицкого 94Б появляется новенький игровой комплекс. Качели, горки, скалодром, карусель и главное – безопасное покрытие. Здесь же площадка для мини-футбола. Все это стало возможным благодаря усилиям Бобруйского горсполкома, депутатов и ЖКХ Ленинского района. Я здесь живу совсем близко. У нас, конечно, площадка попроще намного, но все же будет всем удобно сюда приходить, потому что эта площадка очень большая и радует то, что покрытие есть. Это здорово. На этом подарки не заканчиваются. На Максима Горького 41Т открывают долгожданный торговый центр. Тут же и пиццерия. Спрос уже с первых минут. И это неудивительно. Здесь есть все и даже больше. От бокалей и овощей до мяса и продукции собственного производства. Первое впечатление – хорошее. Спасибо городу за открытие новой короны, пиццерии в центре города. Живу в доме напротив и очень рада, что корона открылась. Там был необходим такой магазин. Впечатления, знаете, очень хорошие, потому что мы очень долго ждали. Во-первых, знаете, очень большой магазин, очень большое наличие товаров. И буду ходить сюда каждый день. Уже завтра гостей и жителей города ждет насыщенная программа. Гуляния начнутся в пять вечера на территории хоккейного клуба «Бобруйск». Праздничный концерт, выставка, ярмарка, фаер и шоу мыльных пузырей. Будут работать игровые и тематические площадки, а также торговые ряды. Развлечение найдется для каждого. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Станислав Чещерин, Бобруйск, 360.